Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы оплакиваем трагическую гибель подростков во время бойни в Джексоне 89-го года Но эти цены не заставят нас плакать Да, папа Если б Келли вот на это обижалась Я б поняла Они такие мерзкие Уверена, что он её трахает Не ведут себя как отец и дочь Если вам говорят, что от страха не спят Используют трагедию для рекламы Нет, чтоб сказать, что закрываются, как ювелирный уже 20 лет говорит Так ничего интереснее в городе не случилось Разве что открытие Панеры Знаешь, что ещё интересно? Алгебра 30 лет ведь исполняется Вдруг тоже что-то будет И убийства неделю назад связаны с прошлым? Как знать Родители так думают Я думаю, нам пора заниматься Убийцу ведь так и не нашли Говорят, это королева выпускного Или её бойфренд Или вообще кто-то посторонний Но кто бы это ни был Он так и живёт в городе И ждёт, когда подвернётся новый случай Следит Выжидает Прячется с деревьями Смотрит Голодает Жаждет крови Может, в этом году он снова покажется Испугались Чёрт, Динни, иди спать Мама с папой разозлятся, если тебя застанут Пойдём Почему утром не застелила постель? Можно я с тобой посплю? Ты уже большая, Динни Я включу тебе ночник Нет Горжусь тобой Не хочу ночник Так будет видно лицо женщины Что? В чулане Что за женщина в чулане? С длинными волосами Я её боюсь Тут никого нет? Она там была Давай, спи Спокойной ночи Бека Включи ночник Бедняжка Ей показалось Камила? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Камила Внизу туалет работает, можно не подниматься Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! И Аманда Вис в роли Глории Филдинг Композитор Люк Звельски Оператор Пи Джей Джонс Продюсер Крис Мур Автор сценария и режиссёр Крис Мур В школе очень помогают. Говорят, я получу аттестат и всё такое. Слава Богу, без домашнего обучения. Это совсем для ущербных. Подумать только. Всегда хотела стать мамой, но не думала, что так скоро. Неисповедимы пути Господни. Презерватив порвался. Это ж не стигма-то. Ну, кто же тебя заменит в команде? Я, конечно. А Пол, ты уже знаешь? Девочка. Откуда ты это знаешь? Кстати, о домашнем обучении. Откуда знаешь, что это девочка? Есть такая вещь УЗИ. Откуда ты знаешь, что ребёнок не передумает потом? Не обращай внимания. Ты пытаешься навязать ребёнку гендер, а он даже не имеет шанса на выбор. Нарушение прав ребёнка. Буквальное насилие. Что? Я нарушаю права ребёнка? Нет. Очнитесь уже. Хватит жить в тёмных веках. Сейчас столько гендеров. Бывают бигендеры, трансгендеры, сизгендеры, пангендеры, трансфеминины, ту спирит. Зачем ограничивать всё одним? А что это вообще за хрень? А ты что делаешь? Узел, как видишь? Палочками? Ты понимаешь, как это оскорбляет азиатов? Что? Ты азиатка? Нет. Так зачем апроприируешь их культуру? У тебя аспергер или что-то такое? Или ты просто социопатка? А есть разница? Аспи – это сейчас тема. Вот моя кузина Бекки. У неё это, наверное, от прививки. Всё, мы пойдём. От привилегий не скроешься. Хорошо. Но я скрываюсь от тебя. Кстати, Лиза, я видела вашу с отцом рекламу. Омерзительно. Подумай о погибших. Они уже умерли. Я не нарушаю прав ребёнка. Всё остальное делаю я, Мона. Не делай вид, что я не забочусь о маме. Сделай хотя бы это. Ах, да. У тебя дети. Очень свежий аргумент. Я перезвоню. Да, Келли. Чем могу помочь? Я бы хотела сообщить о неприемлемом поведении со стороны одноклассников. О харассменте? Нет. Наркотики? Нет. Списывания? Нет. Так в чём дело, Келли? У меня работа. Меган Карпентер закрепила волосы с помощью палочек. Культурная апроприация. Это оскорбление азиатских народов. Ну? Вы будете что-то делать? Келли, закрой дверь. Хочу с тобой поговорить. Сядь, пожалуйста. Не сяду. Это слишком расслабляет. Хорошо. Послушай. Нам жаловались родители и ученики тоже. Речь о вопросах, которые ты поднимаешь. Это не я говорю. То есть, конечно, говорю я, но я так не думаю. Лично меня восхищает твоя способность видеть важные проблемы, слышать зов сердца. Однако, неделю назад ты просила уволить Вёрджила, который 47 лет работает в столовой, за то, что он предложил чёрному ученику жареную курицу. Он же сразу решил, что афроамериканец будет жареную курицу. Не дал никакого выбора. И при этом ни разу не посмотрел ему в глаза. Это не расизм? Вёрджил слепой. Ну да. И белый цисгендер. Келли, у всех нас есть мелочи, которые раздражают. Но не стоит посвящать им жизнь. Не парься из-за ерунды. Ой. И правда, всё будет хорошо. Кругом радуга, и бабочки, и моя жизнь идёт под сундтрек Джерри Хермана. Вау, вау, вау. Келли, чего ты хочешь от нас? Я хочу видеть, что меня воспринимают всерьёз, слушают. Я заметила, как вы прятали бутылку. Рановато ещё, вам не кажется? Меган Карпентер, прошу зайти к директору. Всего доброго. Снежинка долбанутая. Директор Филдинг. О нет. Что, снова? Прошу внимания, с болью в сердце сообщаю вам, что две наши ученицы, Бекка Мартин и Камила Ирвинг, вчера были убиты. Полиция ещё не знает, кто совершил преступление, но уверяет, что сделают всё и привлечёт убийцу к ответу. Берегите себя, подумайте о семьях Мартин и Ирвинг, и… Не стану говорить, помолитесь, но если хотите, то молитесь о них. Сегодня уроки заканчиваем в час. Пожалуйста, соберись. Посмотрю я на тебя, если твою первую любовь зарежут. Господи, три недели как расстались. Господи, давай без патриархальщины не дадим Камбербэтч. Прости, сложно учесть все твои триггеры. А это что значит? Ничего. И чего мне грустить? Пошла она, сама меня бросила. Ты не настоящая лесбиянка. Она так решила. Настоящая? Что значит настоящая? Слишком бутч? Ну, простите, что не в девятнадцатом веке живу и открыта новому. И не подчиняюсь гетеронормативным гендерным нормам. И зачем я с тобой разговариваю? У тебя никогда не было отношений. Держи, посыпь меня на раны. Я имею в виду, ты не был влюблен. Мне семнадцать, еще успею. Ты и правда забыл про день рождения? Восемнадцать! День рождения мало что значит. Ты официально взрослый. Да. Ура! Ах ты сука. Что-что? Это ты. Не понимаю, о чем ты. Пожаловалась на мою прическу с палочками. На три дня оставили после уроков. Ну, по сравнению с тем ущербом, который... То есть, я не могу работать. То есть, не будет денег на колледж. За три дня? Ты, наверное, что-то поняла. Конечно. Что в любом случае, я никогда не буду такой жалкой, как ты. Займись делом. Господи, нет! Не убивай! Клянусь, я буду молчать. О, нет! О, господи! О, господи! Не убивай! Зачем ты достал нож? Нет! 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 О, господи! Я никому не скажу! Обещаю, что не скажу! Мама! Пупсик, ты не говорила, что приведешь гостей. Это же Иэн, мама. Ой, привет, милый. Я тут готовлюсь к пробам у мистера Филла Мейджорса. Это он меня снимал в резне сестер. Да. И всегда говорил, что кричу так же, как во время оргазма. Фу! Мам! Что я тебе говорила насчет кимоно? Может, сразу снимешь ремейк песни о цветочном барабане? Ну, извини, пупсик. А вы сегодня чем заняться хотите? Я отвезу его посмотреть на подарок. Можно денег на бензин? Сейчас. Да выпусти ты их на волю. Мам! Парня не подцепишь, если так застегнуться. Да зачем мне нужен парень? Ой, прости, детка. На этой неделе девочки? Так девочки тоже любят сиськи. Правда, Йен? Да. И вот что. Ну, я должна сказать. Огурец, который у тебя под кроватью, не принесет тебе утешения в старости. Если тебе нужен вибратор, скажи, я куплю. Мам! В этом нет ничего дурного. Вот, смотри, сколько всего. И вот что еще. Мама возьмет вот это. Послушайте, обязательно возьмите ключи. У меня встреча анонимных алкоголиков, буду поздно. Да. Вот, гляди. Забыла, что пришло письмо. Из университета Крейвен. Я не могу прочти. Так. Дорогая Келли, мы вынуждены со... сообщить. Да и пошли они. Не нужен тебе этот Крейвен. Точно? Не нужен мне колледж. Нам не нужен, правда? Да. Кому это надо? Правильно. Я вот что скажу. Они не понимают, какая ты необычная. Вот. Ты оставайся с мамой, я буду тебя любить и оберегать. Иди сюда. Иэн, дай слово. Чтобы тебе не ответили, останемся вместе. Поедем в Нью-Йорк сразу после выпуска. Обещаю. Ну, иди ко мне. И ты тоже. Маму надо обнять. О, мотель для шлюх. Вот это да. Проститутки – это жертвы, Иэн. Не надо над ними смеяться. Патриархат их такими сделал. Привет. Ты, значит, Келли? Да. Ты мне даришь наркотики? Мне это не нравится. А ты Иэн. Правильно. Откуда он меня знает? Заходи, брат. Извините. Он застенчив и очень закрепощен. Конечно, с незнакомцами в неприятных мотелях, да. Иди. Еще скажешь спасибо. А ты куда? Пока. Спокойно. Расслабься. Ну? Расслабься. Я ее убью, когда выберусь. Если выберусь. Ты не собираешься меня убивать? Нет? Ты не ответил на вопрос. Я тебе устрою лучший секс в жизни. Иди сюда. Засади мне здоровяк. Никто из них тебя не любил, Бека. Ну как оно? Едем. Он слишком быстро закончил? Знаешь... Мог бы хотя бы сказать спасибо за подарок, Келли. Я слышала, что убитая девушка была лесбиянкой. Знаете, вот так и бывает, если в школах забыли про Бога. Вот с детьми так и выходит. Становятся лесбиянками и гибнут. Повсюду сплошные убийства. Кошмар. А если бы у нее в руках был пистолет, мы бы сейчас не стояли бы над трупом. Это уж точно. Поэтому я прошу вас прочесть мою петицию и подписаться под ней по ссылке. Она у меня в Фейсбуке. Называется «С Богом в сердце, со стволом в руках». Поздравляем. Вы принято. Юная Динни Мартин смогла описать убийцу. Мы примерно знаем, как выглядит так называемый Джексонский потрошитель. В 1989 году учительница Глория Филдинг оказалась единственной, кто выжил в бойне. Нет, мы только познакомились. Почему смеешься? Потому что нам бы встретиться пять, десять, двадцать лет назад. Родиться в один год. В одном доме. Ходить в одну школу. Дружить. Алло? Алло? Включи четвёртый канал. Мы с Беккой играли в мюзикле «Всё пойдёт». Я главную партию, она в хоре. Что такое? Лиза притворяется, что ей не было плевать на Бекку. Я была, как я сказала, в главной роли. Она в хоре. Они едва общались. У меня есть её стихотворение. Бей. Бей их. Бей патриархат. Бей. Бей их. Бей мужчин, что лезли мне в матку. Бей. Бей их. Разбей гендерные стены. Навсегда. Мемориал устроили? Даже парню, который капсулы тает, ел, такого не делали. И крест? Это же школа, ау! С дороги, членосос. И тебя рад видеть. Прости, как ты его назвал? Говоришь, членосос? Ой, какие губы. Они-то точно в отсосах толк знают. Ты ненормальная. Провались ты, банановая республика. Не надо всё время меня защищать. Друзьям так положено. Ну ладно, я хочу писать. В столовую увидимся. Ура! 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 КОНЕЦ Что ты делаешь? Сфотографировал меня без разрешения? А, ещё и на сиськи пялишься. Это изнасилование. Это фото. Не часто девушки ходят в мужской туалет. Ах, ты навязываешь мне гендер? Ты сгендерный засранец. Да что с тобой вообще? На меня нападают там, где должно быть безопасно. Вот что со мной такое. А ну быстро удали фото. Нет. Что ты делаешь? Не бей меня. Перестань. Насилуют. Неправда. Насилуют. Да не насилуют. 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 Келли, в чём проблема? Он меня насиловал. Да хватит. Что ты делала в мужском туалете? Он ближе к моему... Я не бинарная. Я не имею конкретного пола. Бог ты мой, Келли. Мы тебе дали всё, что ты просила. Убрали из туалета в зеркала. Разрешили ходить в туалет учительской зоны. Убрали из меню столовой жареную курицу. Так это ты? Сука. Зак, ты вёл себя по-идиотски, не ожидала от тебя. Но это не насилие. Конечно. Мы верим качкам. Патриархат опять победил. В знак равноправия вы оба сегодня остаётесь после уроков. Серьёзно? Можешь идти. Слушайте, у меня прослушивание сегодня. Я рассчитываю на главную роль. Может быть, вы как-нибудь... Мне интересно. А вы помните наш разговор? Мне всё равно. Давай, позвони в новости. Жалуйся, что выгнали из мужского туалета. Расскажи про мою личную жизнь. Думаешь, им это интересно на фоне убийства? Алло, это Глория Филдинг. Вы хотели интервью? Да, отлично, спасибо. Паршивый день. Я покончу с собой. О, началось. Ты не серьёзно относишься к моим попыткам суицида. Потому что ножом для масла вены не вскроешь. И детскими витаминами не отравишься. Если честно, ты иногда... ...сама напрашиваешься. Подумай, если бы ты была не такой... Не такой что? Не такой смелой? Защитницей угнетённых? Ты сама-то во всё это веришь? Разумеется. Как те два месяца, когда ты всех уверяла, что из Британии? Ты всё время это вспоминаешь. Это чтобы быть особенной. Да зачем это нужно? Ты серьёзно? Да у тебя же твоё гейство. Да, прямо дар небес. Ну, хоть что-то необычное. Зачем вообще жить, если ходить как зомби? Всё как у всех. Нет. Когда я умру, не хочу, чтобы на могиле написали... Пекла печенье, любила Господа и здорово сшила. Там напишут, она была особенной. Она что-то изменила. Но можно выражать своё мнение не так. Социальная справедливость не приносит друзей. Она приносит перемены. Я лишь предложил. Прости, что надоедаю. И прости, что повела к проституткам на день рождения. Ты хотела как лучше. Вот другой подарок. Карта в Чизкейк Фэктори. Не знал, что у нас они есть. Нет, но поедем в Нью-Йорк, и за тобой наш первый обед на Манхэттене. Манхэттене. Спасибо. Ребята, вам на урок. Не пора? Зачем? Это алгебра. В реальном мире она не нужна. Не знаю, но вы должны уйти. Ну, вперёд. Ах, простите. Мы портим ваше поле токсичной маскулинности? Я не знаю, что это. Но знаю, что вам надо на урок. Как грубо. Пошли. Лиза, я очень рад, что вы с моим сыном тесно познакомились. Но тебя в списке нет. Лучше иди, пока в него не попало. Ну ладно. Поедим после тренировки. Ого! Ты способна что-то проглотить? Не так много, как ты. Да, странная. Могу я сходить в туалет? Не знаю. Можешь? Мне очень надо. Ладно. Только быстрее. Никогда я ей не прощу зеркала. Эта уродина не хочет на себя смотреть. Так ещё и другим не даёт. Своё заведи. Сучка. Надеюсь, ты какать не будешь? Мерзость. А, всё-таки пришла в женские стерва. Не то, чтоб тебе тут были рады. Я никому не мешаю. Молчу. Вот и это редкость. Я всё не могу понять. За что ты так ненавидишь своих же? Ты понимаешь, что ты белая? Помнить, что белые – это главный угнетатель в истории Америки – это не значит ненавидеть. Мы с Заком собирались в Орлеан на концерт Никельбек. Кстати, о белых. Не получится. Родители не пустят. В наказание. Ох, бедняжка. Как несправедливо. Тебе бы в шоу опры. Откуда это у тебя? Из Нью-Мексико. Мама там присмотрела. О, а в тебе есть индейская кровь? Фу, нет. Так почему ты это носишь? Потому. Что потому? Потому что красиво? Ты не имеешь права это носить. Ты не пережила то, что пережили они. Так расскажи, в чём проблема? Знаешь, ты бы почитала. Где? Сама найди. Ладно. Но, объясни мне, почему это оскорбительно. Если эти серьги нам нельзя носить, то почему их нам продают? Потому что ты не представляешь, что они пережили. Не знаешь, что это значит. Мне надоело. Да. Ну, это перескало. Ага. 你說. Ага. Иэн, ты не зайдёшь на минуточку? Что такое? Ну, зайди, ладно? Я тут нашёл Зака. Представляешь, сын тренера. О, Господи! Тут же кровь! Она упала и ударилась. Так, значит, случайно? Надо вызвать полицию, сообщить. Ты шутишь? Думаешь, нам поверят? Но это ведь правда. У нас была крошечная потасовка перед тем, как она упала. Стоило тебе зайти в женский? Надо её вытащить. Куда вытащить? Куда-нибудь подальше, а потом мы составим план. Мы? Нет, это без меня. Ты меня бросишь тут с трупом? Я предложил вызвать полицию, и это всё решит. Но нет! Ты хочешь играть Уикенд у Берни! Это странное. Ещё не пришла? Ну, понятия не имею. Бросим её в мусорный бак. Что? Тогда положим в машину. Если оставить так и сказать правду, решат, что я её провоцировала. И я виновата в её смерти. Мне всю жизнь поломают, если мы... Если ты... Ты. Если ничего не придумаем, нам конец. У её родителей весь город в кармане. Нас на работу не возьмут. Тебя и так не возьмут из-за фибромиалгии. Иэн? Поверь мне. Даже если поймут, что ты тут ни при чём, ты мой друг. А значит, тоже виновен. В наше время это очень серьёзно. И за меньшее со свету сживают. Эй, странная. Ты ещё там? Да. Мне что-то... Нехорошо. Тебе позвать медсестру или потерпишь? Нет, нет. Нет. У меня просто... Месячные. Ничего не хочу знать. Ты понесёшь. Можно разрубить её на куски. И отправить все в разные штаты. Всегда воображала, что так сделаю, будь я убийцей. Чтоб запутать след. Теперь ты. Не знаю. А если... Келли, крошка! Сейчас, мам! Что это вы запираетесь? Никаких секретов в нашем доме, Келли. Иэну, надо кое-что сказать мне наедине. Мы все знаем, что ты гей. Прими это с радостью. Я очень горжусь вами, радужные детки. Вы измените мир. У вас столько впереди. Ну ладно, так что... Я хотела тебе сказать, что поеду на одну деловую встречу с Филом Мейджорсом. Он будет ставить мой новый фильм. Так что вы не выходите из дома, потому что убийцу так и не поймали. Не хочу, чтобы вы рисковали. Ладно? Пока. Я скоро вернусь. Что такое? Почему такой вид? Убийца! Что убийца? А что, если Лиза пала жертвой убийцы? Подумаем. Она пришла к нам сюда зачем-нибудь... Зачем ей сюда приходить? Терпеть тебя не... не могла. Списать домашнее задание. Мы плохо учимся. Ну, больше не у кого. В общем, она зашла. И тут... Напал убийца! Мы сбежали. А Лиза? Лиза нет. И кто в это поверит? На нас не царапины. Пока. Это нелепо. Ты подумай. Никто не замечал Беку до её смерти. А нам и умирать не надо. Достаточно притвориться. Ты... Ты всё это в самом деле? Я работаю с тем, что есть, Иэн. А желать немного внимания нормально. Придумай себе пищевое расстройство, как все подростки. Может, Зак тебя заметит? Вас сблизит совместная травма. Травма ведь объединяет. И что будем делать? Думаешь, его хватит? Давай, борись! Правдоподобнее! Могла бы предупредить! Спокойно! Ай, блин, Келли! Нет! Ой, сиськи! Ай! Теперь поняла? Может. Хватит уже. Давай звонить. Помогите! Тут убийство. Мы с подругой. Помогите! Тут убийца! Непонятно, он ушёл или нет. Мы оба ранены. Наша подруга. С ней кажется плохо, он её много бил. Скорее! Дом 1314, Линкен Лейн. Спасибо. А я что, плохо играл? Я не верила. Малость плоско вышла. Уж очень-то зажатый. Что? Когда я была маленькой, ещё в школу ходила, где-то класс четвёртый. Как раз потом мама меня домой забрала. Умер дедушка. И правда, обхохочешься. Было как-то странно. Сказали, что рак. Но я уверена, что самый настоящий спит. Он сбежал, когда маме было лет 10. Жил со своим партнёром по теннису. Очень по-гейски. В общем, странно, что на похоронах все о нём так хорошо говорили. Даже бабушка. А уж если кто и имел право называть его козлом при всех, так она. О нём живом я ни от кого не слышала ни одного доброго слова. И вот он умер. И всё как будто забылось. Все его проступки. Всё. Я тогда думала, как печально, что он не может этого ни услышать, ни увидеть. У меня не было друзей. В школе все меня ненавидели. И я пыталась уговорить маму позвонить в школу, сказать, что я умерла в день рождения. Мне было интересно. Хотела, чтобы она день среди них походила, а потом рассказала, что обо мне думают, как по мне скучают. Я была уверена, что в душе по мне будут скучать, если я уйду. это наверное самая большая дичь, которую я слышал. Дичь это то, что мы этого не сделали. Разве я много просила? Знаешь, после этого на нас будут смотреть иначе. Поймут, что скучали бы, если бы нас не стало. страшная сцена разыгралась в доме бывшей звезды категории Б, Беверли Бишоп. Бывший? Пошла ты! Келли и ее друг Иэн Фолвелл последние жертвы серийного убийцы, который орудует в городе. Повсюду кровь. Уж кажется, я привычная. 20 лет снимаюсь в жанре хоррор, и многие фильмы можно посмотреть на моем сайте www.beverlybishop.com о боже. Так и знал, нужна другая прическа. Кстати, у меня все хорошо. Бишоп и Фолвелл направлены в больницу Джексон. Их одноклассница Лиззи Лайон повезло меньше. Она получила несколько ударов ножом и было обнаружено уже мертвой. А после рекламы? И Ан Фолвелл? Прости за внешний вид, все в стирке. Я детектив Мозли. Можно немного с тобой поговорить? Ты не против? Мы пытаемся сейчас разыскать твоих родителей. Я тоже. Я был нежданным ребенком супругов за 40. К тому моменту с детьми они уже закончили, но были католики, так что аборт это не для них. И родился я. А, так ты приемный. А я боялся, что у нас мало общего. Иэн, ты не мог бы рассказать, что Лиза делала у Келли дома? Мне все говорят, что они не особо дружили. Чем конкретно они там занимались? Лиза просила ее с чем-то помочь. Это связано со школой? Да. И нет, не совсем. Тогда с чем? Это лично. Эх, Иэн. Знаешь, Лизу твои слова уже никак задеть не смогут. Лиза мучилась с гендерной идентичностью. А Келли пансексуал и небинарный гендер-квир. Вот и пришла за советом. В воскресной школе о таком не поговоришь, ведь? потом мы услышали шум, такой стук. Ей так тяжело. Вошел человек в маске и парике, бросился на Лизу. Это была женщина? не знаю. Это все случилось так быстро. Они развернулись и бросились на нас. Напали! Намереваясь смыть? Нет. Намереваясь сделать саентологами. В общем, они нас повалили и стали резать. но все-таки не закончили. Как видно, я жива. Так? Его из дурдома прислали. Похоже. А потом им позвонили. Позвонили? Да. Наверное, что-то важное, потому что они сразу ушли. А мы сидели и ждали, ждали, что они вернутся и добьют нас. Пока их не было, вызвали полицию. Келли, смотри, 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 тебя показывают. Мама, я чуть не погибла. Но ты в телевизоре, моя крошка. Никто не говорит, как тяжело быть жертвой. Я ведь этого не просила. Само случилось. и с вами тоже может. Что бы я ни говорила лично или в блоге, или в интервью, вот что нужно, чтобы выглядеть жертвой. Во-первых, изобразить скромность. Будьте доступны. Это трудно, но старайтесь поменьше выделяться, чтобы казалось, с каждым может так быть. Тупые домохозяйки со своим отродьем, которые закупаются в костках и отравляют природу спреями для волос и контейнерами для еды. Если привлечь их, они будут вас репостить и писать, что вы герои. Затем нужно улучшить стиль. Плюс в том, что можно рассчитывать на бесплатную операцию. Пластические хирурги не прочь попасть в новости. Им нужно что-то, кроме обычной рекламы подтяжки груди и исправление носа. Быть как все, это работает недолго, и надо признать, люди любят красоту. Уродство работает, пока вы впервые пробуете дам на вкус и участвуете в политических слэмах. Хотите, чтобы вас заметили где-то кроме фэмсайтов, надо метить выше. Нужна физкультура или пищевое расстройство. Лучше совместить. Никто не станет любоваться жиром на экране. Жгите его, пока не сгорели сами. Рассыпайте вдохновляющие многозначительные фразы. Опра не просто так своего добилась. Сегодня первый день оставшейся жизни. Один день, один шаг. И самое кошмарное живи, смейся, люби. Мерзко, правда? Но людям нравится. Дайте время, и вас полюбят. Келли и сама отвага олицетворяют то, за что борется школа. Ваши ненавистники, те, кто о вас не знал, обычные прохожие, все будут считать вас своим другом, выкладывать вам свои тайны, надежды и мечты. То, в чем не признаются ни маме с папой, ни друзьям, ни любовникам. Кое-кто меня назовет сумасшедшим. Ну и что? Им не дойти до того, до чего дошла я. И разве я этого не заслужила? Не стану больше ходить по стенке, слушать смешки за спиной. Хватит. Довольно. Больше никогда. пугает только то, что этот преступник где-то рядом. Я знаю, что ты сделала. Не присваивай мои заслуги. Мы и не понимали, что когда хвалили ее грацию, красоту и фигуру, мы ее убивали. Она не видела себя миловидной женщиной, скорее маскулинным мужчиной. Лизе не хватало смелости совершить переход. И чтобы почтить память этого прекрасного человека, я сделаю то, что она не сумела. Надо же, подстрижется. Радикально. Это смелые выборы. Она любила детскую еду. Этого про нее никто не знает. Ну, что тут сказать. Сексуальная была крошка. мы потрясены этой утратой. Лиза Лайон была чудесной девушкой с ярким будущим. Как трагично, что ее отняли у нас, не дав пережить настоящий расцвет. Эй! Как ты? Нормально? Тебе-то что? Вряд ли кто еще об этом спросит. Да. Не спросит. Хочешь, поговорим? У меня урок через две минуты. Да, у меня тоже. Я... Ты мне не поможешь? Сам не справляюсь. Задание миссис Паркер. Литература. Я помню, что твоим партнером была Лиза. У меня был Блейн, но он курит мед, так что... Блин, ты прав. Давай. Я оставлю свой номер. Спишемся. Твой номер? Как будто для свидания. Ну, это я шучу. хорошо, я... Я напишу, партнер. До скорого, партнер. партнер. Хочешь быть жертвой, будешь. Хейтеры. Нам нужно это обсудить. Давай потом. Я пишу в блог насчет якобы мексиканского кафе в Мэдисон. Хозяева, конечно, кто? Белые. Когда люди поймут, что культурная апроприация это буквальное насилие. Не помню, чтоб ты орала про апроприацию, когда в два часа ночи едешь пьяная за тако. Давай не будем это вспоминать. Тогда давай к делу. Нас хотят убить. Перестань, ты параноик. Шапочку из фольги слишком туго натянул. Ты не понимаешь? Не трожь меня. Хватит. С меня этого довольно. Чего? Мы жертвы, Иэн. Наверное, травма так влияет. Ты ведь хочешь Зака? Я не знаю. Наверное. Да, это если придется снова разыграть нападение. Я... думаю, нам стоит поберечься, пока что-то не хочется опять встречать убийцу. Зануда! Ладно. А если я ничего не буду делать, пока сам не напишешь, что нужен небольшой толчок. Так лучше. И что ты вообще в нем нашел? Такой белый. Лучше, чем ничего. Я это ничего? Ты меня поняла. Привет. 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 Ты рановато. У меня нет машины, так что Келли меня завезла. Сказал, что часа на два. А ты что тут забыл? Прошу его извинить. Он от стероидов лишился манер. Мы скоро закончим. Присоединишься? К чему? Делаем онлайн тренировку, чтобы быть в форме. Наверное, не стоит. Да, и правда. А то вдруг у него на нас встанет. Пока вижу твою мерзкую задницу, не встанет. Да, очень смешно. Напишу тебе, где вечеринка, а ты поцелуй меня в задницу. Вечеринка? А комендантский час? Да ты послушный мальчик. Так, соберёмся просто в память о Лизе, типа того. Да, пьяные школьники это лучшая память. Хочешь пойти? Я? не думаю, что буду к месту. И что? Ну, тогда позвоню Келли. Нет! Давай без неё. Она меня пугает. Пойду приму душ, займёмся проектом и туда. Дэйн. Господи, Дэйн! Ты ещё не на вечеринке? Не стоит ходить в этой фигне. Копы застрелят только так. Ну, хорошо, тогда я... I wanna go now. Я поехал. Ай! Кэлли. Кэлли, как дела? Я хотела с тобой поговорить. У тебя есть время? Я тут заранее придумал плакат и... ещё... Вот это или это? Второй лучше. Ты что наденешь? Это? А что такого? Снимай. Извини? Снимай. Найдём получше. Вряд ли мой размер. Примерь. Ладно, ты первый за 10 лет видишь меня без рубашки. Неплохо. Толстяк это навсегда. Ты тоже? Я даже купался в самой большой футболке. Никогда не раздевался. И ты так делал? Да. Да. Теперь брюки. В этих нельзя. На мне нет белья. А на мне что, есть? Неважно. Нечего стыдиться, сэр. Наверняка многие говорят, что знают, каково тебе. Или что понимают. А ты думаешь, что они врут. Но мне можешь верить. Я знаю, каково это. Такие жуткие вещи остаются с тобой навсегда. Знаешь, я не та злобная директриса, которую все видят. Я пережила нечто чудовищное, когда только начинала в 80-х. И, наверное, никогда не смогу об этом забыть. Что случилось? Ты что, не смотрела кино? Да, там всё равно всё по-другому. Первый год, как пришла в школу. Встретила коллегу Даниэла Харпера. Он преподавал уже третий год. И был самым настоящим идеалом. Милый, отзывчивый, великолепные зелёные глаза. Господи, как я влюбилась. Мы с ним руководили праздником для выпускников. И перед самым выпуском Дэнни повёл меня обедать. Положил кольцо в бокал шампанского. Сейчас звучит ужасно старомодно, но ничего романтичнее со мной в жизни не случалось. Я сказала, да. И в тот же вечер он не погиб, признаваясь в любви, как в кино. Задыхался в одиночестве, пока я пряталась в чулане. Спасалась. А ведь он заслонил меня, прикрыл собой. Эгоистка, да? Жизнь не такая идеально чёрно-белая, как в кино. И вы не выходили замуж? Нет, нет. Я была в браке, когда жила в Нью-Йорке. Познакомились, и пожалуй, это было зря. Просто одиноко стало. Он в итоге не выдержал. Ему хотелось другого, и он нашёл другую. Я дала слово сюда не возвращаться. Но мама заболела. Убийц на этом свете много, Келли. И рак, наверное, самый жестокий из них. Уж лучше ещё сто потрошителей, чем рак, клянусь. Да. Моя Барби умерла от рака. Ужасно. Знаешь, нелегко быть той самой. Той, кого все жалеют, фотографируют в магазине, просят интервью, даже автографы. Но это же здорово. То есть, здорово, что вы справились. Что ж, не буду тебе мешать. Увидимся, Келли. мисс Филдинг? Да. Но вам это всё не нравилось? Это внимание? Я его не хотела. А ты? Нет. Один день, один шаг, Келли. Доброй ночи. Мешковато как-то. Нет, нет булавки. Пора нам заканчивать с боди-шемингом. А то хуже девчонок. Может, нам заняться проектом? Проектов много. А такие вечеринки не каждый день. Понимаю, откуда проблемы с оценками. Что это? Опять отец с пробками намудрил. Папа! Блин. Сейчас вернусь. Все так говорят. Зак! Зак! В чем дело? Я не знаю. Проверим щиток. Он снаружи. Да что вы тут еще устроили? Я вам помешал? Нет. Где ты был? Теперь ты скажешь, что я был в мотеле с некой мисс Джордан Паркинс. И что ребенок у нее от меня. Да? Нет. О. Ну и хорошо. Нет. А то вы на площадке наслушаетесь. Нам не восемь. Пошли. Помоги разгрузить продукты. Продолжение следует. Внутри! Так, нам пора уходить. Чёрт! Что? Почему ты сказал «чёрт»? Ключи в доме. Я же переоделся, оставил их в ванной. Идём туда. Что, оба? Да. Раз уж ты забыл ключи, значит, сам в дом иди. Вот спасибо, хреновое предложение. Потому что мы в хреновой ситуации, и я не пойду к этому психопату. Хреновое предложение. Хреновое предложение. Хреновое предложение. Охреновое предложение. Я уже просил. Я вас пропустили、 у меня. Я вас пропустили. Чёрт. боже что это с мистером токсичная маскулинность самообъясни что так надежнее нет я не жалуюсь зачем убивать тренера мы же договорились я даже костюм не надевала ты должен был мне написать забыл я говорила с мисс филдинг и ты сейчас не шутишь нет тогда если это было не ты то кто не знаю я вызвал полицию уже едут а и и и и Ты как? Меня порезали. Сам как думаешь? Могу судить только по анатомии страсти. Нужно надавить вот тут. Дыши. Зачем пришёл? Проведать тебя. Хорошо, что ты выбрал не театр, а дизайн. Я ни слову не поверила. С тобой всё нормально. Я могла умереть! Но нет. Модель Аберкромби куда важнее меня. Он был ранен. А как насчёт моих ран? Предпочёл придурка, с которым знаком три минуты, самому старому и, заметим, единственному другу. Как-то мы неудачно встречаемся. О, юмор. О, юмор. Только его мы и ждали. Знаете, я уже залёг на диван с мороженым, смотреть карточный домик, и тут мне звонят. Надо вам сказать, вы самые везучие ребята в мире. Как это? Ну, пережили целых два нападения убийцы, который, или которая, на полпути обычно не останавливается. Просто любопытно. Правда? Как это он не довёл дело до конца? Что ж, в следующий раз подскажем целиться прямо в горло. Я за вами слежу. Что-то тут неладное. Очень неладное. Когда захотите поговорить по-настоящему, звоните. Я сидела в чулане целую вечность. Тебе, может, так не казалось, а вот мне. И это после всего, что я для тебя сделала. После всего, что ты для меня сделала? Зак и не посмотрел бы на тебя, если б не мой план. Зак и не посмотрел бы, потому что на мне всегда висишь ты, а тебя никто не любит. Пусть лучше уважают, чем любят. Так и не уважают. Я не могу нормально жить из-за тебя. Ты отпугиваешь всех, Келли. И теперь я понимаю, почему. Я не понимаю, что хорошего в нормальном. Это дико скучно. А может, это ты скучная? Я? Нет. Скучная. Это твой главный страх. Правда? Доктор Микстер в радиологию. Доктор Микстер в радиологию. Ни одной жертвы за две недели. Может быть, это конец потрошителя? Полиция оптимистично настроена и считает, что кошмар остался позади. Но рекомендует гражданам проявлять бдительность, пока убийца еще не задержан. Она теперь не говорит на важные темы. Она не та, на кого я когда-то подписалась. Поэтому я считаю, что Келли предатель. Это фальшивка. Келли получила свой кусочек славы и превратилась в тех, кого критиковала. Келли, ты обещала бороться за нас. А вместо этого тратишь свой шанс на то, чтобы получить побольше рекламы. И я надеюсь, что... У тебя и такой славы нет, дура. Что? Пупсик? Я помню, ты назвала Иэна, как там, дерьмовым, цисгендерным, гетеронормативным козлом и желала рака ануса. Но он пришел и очень-очень хочет поговорить. Нет. Пупсик, это, наверное, и правда важно. Он так расстроен. Ладно, но обедать не останется. Входи, 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 входи. Чего тебе? Это важно. Мисс Бишоп, вы не могли бы... Ладно, я сделаю роллы. Роллы, но не гендерные роли. Неизвестный номер. И вот еще. Тебе-то что? Ты все равно меня защищать от него не хочешь. О, господи! Алло. Я знаю, что вы сделали, и меня от вас тошнит. Кто это? На Лор Лейн в восемь часов. А не то. И что нам делать? Чтоб шантажист опаздывал, уже пять минут ждем. А ты не дал заехать за коктейлем. Зачем ты их надел? Пытаюсь быть инкогнито. Ночью темные очки носят только вампиры. И Кори Харт. Все, снимай. Привет, сучки. Ты? Серьезно? В каком смысле? Думаешь, шантаж не потяну? Чего тебе от нас надо? Денег? Чего? Что обычно просят, когда шантажируют? Вам записки понравились? По-моему, здорово. Хороший штрих. Бывает и лучше. У нас нет денег. Нет, кое-какие есть. А у меня есть то, что стимулирует тебя найти работу, чтобы платить мне. С моим фибро... Что именно у тебя есть? Рада, что ты спросил. Мы сейчас... Крутим труп в машину. Насчёт того, что ушла без спроса, поволнуешься потом. Все любят героев, но не любят... Враньё. Кто ж знал, что один поход в сортир оплатит мне колледж? А ну назад! Если честно, самое приятное – это сбить тебя с песь. От таких, как ты, меня тошнит. Я на двух работах, просто чтобы прокормиться. Успеваю учиться и держусь на плаву. А ты сидишь в Тамблере и только поливаешь грязью таких, как я. Меган, мы же старые друзья. Да какие нахрен друзья? Потому что в одном классе учились? Мне скоро 18. Нужны деньги. Здесь я не останусь. Ни за что. Я не буду очередной тёткой, которая только возит детей на футбол. Пьёт за завтраком, играет на телефоне и постит слезливые истории. Но кажется, это мне уже не грозит. Хэштег повезло. Так что вы начинаете искать работу. Это непросто с нашей экономикой. Чао. Вот ведь сука. Зато понятно, кто оставлял записки. Думаешь, Меган и есть убийца? С детства я её знаю. Она не смогла бы. Нет, ей бы духу не хватило. Хотя, это был бы очень умный шаг. Видит, как мы убили Лизу и... Ты. Ты убила Лизу, не мы. Неважно. Вот она это видит и понимает, на кого теперь всё свалить. Возможно, она такой злобный гений. Она мне даже нравится. Эй! Ты что делаешь? Меня за это ругал, а теперь что? Прости. Кто это тебе звонит? Никто. Просто оповещение. Не могу понять, как отключить. Давай я сделаю. Не надо. Пора и самому о себе позаботиться. Уже поздно. Надо домой уроки делать. Ты что? Как ты можешь думать в уроках? Надо соображать, что теперь делать. Давай поговорим в машине. Идём. Я подумал, что сюда можно глазастика. Тут описание. Сюда Атикуса. Что? Что такое? Ты и правда прочитал книгу. Я кино посмотрел. Снимаем пять очков. Кто это? Есть разговор. Ну, давай. Мне очень приятно общаться с тобой. И мне. Но не могу сказать, что мои мотивы были так уж невинны. Я видел тебя в приложении. Я знаю, что ты видел. Правда? Это не я. Не ты? И ты не первый, кто ошибся. Кто-то зашёл в магазин, когда я был с Лизой. Получилось неловко. Извини. Нет, ничего. Пару месяцев, как удалил приложение. То есть ты всё-таки там был? Да. Но... Как-то надоело. Не знаю. Там всем нужен только секс. Я разозлил одного парня. Не пришёл на встречу. Вот он и украл фото. Выложил. Кто-то знает, что тебе нравятся парни? Только ты. Наверное. Лиза, наверное, догадалась. Но она... И сама была в поиске. Я восхищён тобой. Ты такой... Уверенный. Вообще-то... Даже... Что? Возбуждает. Да? Да. Ты ведёшь себя так естественно. Нет. Я чувствую себя жирным. Жирный ты? Где? Что? Вот здесь? Стой. Ну... Ну как тебе? А? Как тебе? Да перестань. Зак. Стой. 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 А зачем ты дружишь с этой Келли? От неё мурашки по коже. Не всё так плохо. В девятом классе я переехал сюда, и только Келли позволила сесть к ней за обедом. Всегда помнишь, кто помог, когда ты был на дне. Она всегда вступится, если кто-то обзывает. Или хочет побить. Не знаю. Хорошо, когда кто-то стоит за спиной. Просто стоит ли Келли всей этой драмы? В последнее время у нас всё как-то странно. Да? А что такое? Если выдам все секреты сразу, не захочешь слушать ещё. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Милая, прикрой входную дверь. Ты опять её не заперла. Спокойной ночи. Продолжение следует... 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 Ты в полицию звонил? Она убила полицию! Что, всю? Нет, но это пока, она не сдастся! Стой. Вчера было здорово и всё такое, но наш роман больно быстро развивается. Я просто... Я думал с парнями проще. Мы едем к бабушке с дедушкой. Зак, я прошу, у меня ведь никого больше нет. Ну, я очень об этом сожалею. Субтитры сделал DimaTorzok Помогите! Мне больше некуда идти! Иен, что с тобой? Она притворялась. И я тоже. Это Келли случайно убила Лизу. Толкнула в женском туалете. И кажется, теперь убивает всех подряд. И виноват в этом я. Иен, это не шутка? Ты готов это повторить в полиции? Не надо. Меня арестуют, потому что я тоже там был. Прошу вас. Мне некуда идти. Не знаю, где приёмный отец. Зак мёртв. Переночуешь здесь. Есть спальня и диван. Не скажу, что в спальне очень чисто, но смотри сам. Я пойду запру дверь. Я же закрывала. Поехали. Иен. Похождения. Поехали. Иен, звони в полицию. Почему ты меня бросил как все? Я не бросал. Я сбросил! Ради зака. Ну что ты в нем нашел? Пенис. Зачем ты меня провоцируешь? Ты знаешь, что у любви нет гениталий. Увлечение есть. Я хочу быть нормальным. Не желаю больше быть лузером. По-твоему, я лузер? Да. О, ты бы поостерёгся. Это ведь у меня в руках нож. Я не боюсь. У тебя координация слона. Хорошая координация. Давай, убей. Слишком многие знают правду. Рано или поздно всё всплывёт. Если я их убью, нет. Ты и правда думала, что со мной что-то выйдет? Ну, у нас в семье у всех тяга к геям. Что тут скажешь? У мамы комплекс Джуди Гарланд. Пьянство, колёса, крики. Я хочу жить своей жизнью. Без тебя. Отпусти меня. Отпустить? Найди того, кто тебя полюбит. Парня. Или девушку, если ещё притворяешься. Омни, пан или каким там ещё сексуалом. Как будто это так просто! И ты никогда не имел ко мне чувств? Лишь как друг. Можно ведь так. Дело не в сексе. Многие пары так живут. Если хочешь спать с парнями, давай! Я сделала разумное предложение! Жалко на тебя смотреть, Келли. Думаешь, я хочу быть с тобой? Вечно успокаивать, если кто не в том роде обратится или продаст чернокожему арбуз? Это была курица! И я не стану извиняться за то, что мне не всё равно! А это самое печальное. Тебе нет ни небинарности, ни многорасовости. Ты не борец с патриархатом. Ты просто одинокая девушка, без каких-либо талантов и умений. И кидаешься на всех, кто способен что-то дать миру. Ты не особенная. Не была ей и не будешь. КОНЕЦ 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 Поехали! Поехали! О, Боже! О, Боже! Ты... Так это значит была ты? Угадала, сука! Ты знаешь, что старушка Гло учила меня в старших классах в восемьдесят девятом? Надо было прикончить ещё тогда. А ты знаешь, что я тоже спаслась в ту ночь? Нет? Ты этого не знал? Потому что эта гадина украла всю славу! Где мой договор на книгу? Где снятые обо мне фильмы? Где уважение ко мне? На этот раз всё будет иначе. Теперь мы с моей крошкой получим, что причитается. И мы хотели взять тебя с собой. Мы хотели тебя позвать. Надо же было всё испортить! У Геев всегда эти дурацкие чувства. Я знала, что ты ей навредишь. Я знала это! Сегодня всё будет иначе. Сегодня будет не так, как тридцать лет назад, потому что сегодня останутся в живых только я! Ой! Какого нет? КОНЕЦ 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 Энн? Энн! Энн! Ты можешь сказать, зачем они это сделали? Они... хотели быть особенными. КОНЕЦ 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 Фильм переведён и озвучен специально по заказу Creative Arts Media. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok